Добрый день, дорогие родители! Приветствую вас на канале Союза педиатров России. Я старшая медицинская сестра отделения вакцины-профилактики научного центра здоровья детей Артамонова Ирина Леонидовна. Вот и наступило долгожданное лето, и к нам в города пришло настоящее жаркое летнее солнце. Вот тут-то и появляется угроза получить ребенком солнечный удар. Он возникает перед перегреве незащищенной непокрытой головы или обнаженного тела ребенка под действием прямых солнечных лучей. Солнечный удар говорит о том, что тело приобрело больше тепла, чем мог бы управлять его организм. В результате нарушается потоотделение, кровообращение. Последствия такого удара способна быть весьма серьезным. Чтобы ваш ребенок не пострадал от солнечного удара, прежде всего необходимо защитить голову ребенка от прямого попадания солнечных лучей. Для этой цели отлично подойдут летние головные уборы, хлопчатобумажные панамки, кепки, косынки и шляпы. Цвета лучше выбирать светлые, так как они лучше всего отражают солнечные лучи, в то время как темные цвета их поглощают, нагревая голову ребенка. Чтобы помочь организму справиться с обезвоживанием, проследите за тем, чтобы ребенок пил достаточно воды. Всегда на прогулку берите с собой бутылочку с водой. Если ребенок постарше и нет возможности ему носить воду с собой, проследите, чтобы каждый час он возвращался домой и выпивал маленький стаканчик воды. Также может подойти морс, чай или сок. Ограничьте пребывание детей на солнце с 11 до 15 часов. В этот период солнце максимально активно. Соблюдаете три простых правила, вы уменьшите риск солнечного удара на 87%. Если же, несмотря на выполнение предписанных рекомендаций, ваш ребенок настиг солнечный удар, поспешите предпринять срочные меры. При солнечном ударе у ребенка начинает болеть голова, появляется усталость и слабость во всем теле. Это может сопровождаться рвотой и резкими болями в области живота. Различают несколько степеней солнечного удара от легкой к наиболее сильной. Легкий солнечный удар наступает уже через 30 минут нахождение ребенка под открытым солнцем без головного убора. Первые симптомы это усталость и слабость во всем теле, головная боль, легкая тошнота, частое дыхание, увеличение зрачков в диаметре. Некоторые, особенно слабые дети, могут упасть в обморок уже при легком солнечном ударе. Средняя степень солнечного удара может настать через час пребывания ребенка под открытым солнцем, может наступить рвота, состояние оглушенности, будто голова забита ватой, неуверенность собственных движений, нечеткая координация, неуверенность и неровная походка от полуобрачного до обрачного состояния. Температура тела может подняться до 40 градусов. Различить, найти грань между средней и тяжелой степенью довольно трудно, так как оба этих состояния сопровождаются одинаковыми симптомами, но они проявляются с разной степенью. При тяжелой степени солнечного удара температура может достигать уже 42 градусов, начинаются галлюцинации и неосознанное бормотание. Это состояние бреда. Ребенок не может контролировать мочи испускания и испражнения, начинаются судороги и, возможно, состояние кома. При первых симптомах солнечного удара окажите ребенку первую помощь, отведите его в прохладное место. Если нет возможности найти укрытие, соорудите навес, чтобы была тень. Не оставляйте больного в закрытом помещении, ему нужно много кислорода. Разденьте полностью, предоставьте ему прохладный ветерок. Можно воспользоваться вентилятором, только не направляйте его на ребенка, так как он может простудиться. Можно обдувать ребенка газетой, полотенцем или другим предметом. Заверните ребенка в мокрое полотенце или положите мокрую ткань на голову ребенка. Также можно в область шеи, подмышечные впадины, локтевые сгибы, паховые области, подколенные ямки. Дайте ребенку попить воды, не поите пациента другой жидкостью, это противопоказано. Приготовьте холодную ванну или душ. Если ничего не помогает и ребенок теряет сознание, вызывайте немедленно скорую помощь. У одних пациентов солнечный удар проходит через несколько часов, у других бывают осложнения, которые продолжаются вплоть до 10 дней. В тяжелых случаях больного ребенка госпитализируют в больницу для дальнейшего наблюдения. Врачи продолжат охлаждение тела, дадут больше кислорода и начнут лекарственную терапию. Дорогие родители, будьте бдительны и осторожны. Берегите наших детей от прямых солнечных лучей. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. До свидания.